Привет зритель! А не порушать ли нам сладким? Сижу я тут на кухне и думаю, хочется Рапаэлла. Точнее не сколько хочется, сколько вот. Магните по скидке вчера увидела, почти за 250 рублей кинула кличу телегу, потому что много кто говорил, как даже уже посушить сладким. А я как бы конфеты сейчас не покупаю, потому что делаю сама, но и по некоторым причинам не могу их есть, потому что у них пальмовое масло. Либо какой-нибудь не тот состав. Не уверена, есть ли здесь пальмовое масло. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Нет, они только с этой стороны, а вот с этой нет. Если надавить, то надо долго давить, и, возможно, будет очень громко. Я, конечно, еще заигнусь на то, что я внезапно уже где-то года полтора как поняла, что я не против микрофона с ушками вот этого пи, а чего-то там пила унарного. Ну, короче, когда в одно ушко говоришь, что слышит только одно ушко, а как-то в другое говоришь, что слышит другая ушко. В России он стоит какую-то запредельную сумму, но на Западе есть какие-то довольно бюджетные варианты от 300 до 400 долларов. И вот доллар в переводе на русские рубли, оно как бы недорого выходит. Но почему-то в России это охренеть какая цена. А на Западе эти 300-400 долларов, это, ну, не особо такие, чтобы супер деньги. Так что, если вдруг ты любишь СМР, и в моем исполнении хотел бы, чтобы я однажды записала СМР на такой прямоугольник, у которого по бокам ушки человеческие, ну, в смысле имитация человеческих ушек, то я буду рада, если ты приложишься, если не донатом, то самими этими ушками. И да, если ты не из России, то ты можешь так же, как Амина, вот здесь будет облачко, спасибо Амина за спонсорку и подписку, подписаться на высший уровень на СМР. В России это в 399 рублей подписка в месяц стоит 30% YouTube от Кузова, а 70% я получаю. А в ней, в России, ну, там какие-то небольшие деньги, ну, не знаю, может, бак за 3-4-5 в месяц. И у тебя будет более ранний доступ, так же, как если ты подписался на пусть, и тоже более ранний доступ к СМР будет. Будешь выйти чуть раньше, чем остальные, например. Ну, и, соответственно, можешь тему загадывать. Единственное, что, как ты знаешь, у меня с ролевыми СМР очень сильно проблемы. Я как-то морально к этому до сих пор не готова. Хотя я как-то видела, буквально пару минут, смотрела какой-то СМР, где девушка одевала вот эту фигню такую. Хотя нет, у меня нет этой фигни. У меня это фигня в деревне. Ну, такая фигня, которую вот доктор слушает другого человека, который, ну, доктор пациента слушает. И вот такое я бы, наверное, осилила, но у меня нет этой фигни. А потом буду уже совсем шуршать. Меня просто это мотивирует, когда кто-то из зрителей лояльность проявляет и подписывается, или донатит, или что-то такое делает именно за меня до канала, потому что, ну, вот это реально мотивирует, хочется что-то такое делать, вот СМР записать же опять же, там похавать на камеру, если ты еще и попутно по хавчикам, то, наверное, заметил, что хавчиков на камеру стало наоборот больше, чем, допустим, раньше было, благодаря тому, что вот меня канал поддерживает на самом канале. Один человек именно на Монбанке, но теперь еще и на СМР, и еще трое людей теперь на пусти. Я думаю, это нормально, когда, ну, вообще приятно, когда твой труд оплачивается, или когда вот какая-то отдача идет, и я думаю, тебе было бы приятно, если бы ты что-то делал, и тебе за это какая-то отдача шла. Ну, если ты считаешь, что, ой, Лёля, да ты сама нам должна, а мы твои зрители, то, ну, каждый решает, что хочет. Я буду рада прочитать твои комментарии, негативные, либо позитивные, под этим видео. Если ты поставишь пальчик вверху или книзу, то тоже, в принципе, будет хорошо какой-то движ на канале. Ну, и ладно, я постараюсь больше не шубчать, и буду дальше шамкать конфетки. Косветка. Рафаэлка Так и хочется сожрать На самом деле я еще не обедала Поэтому жрать я ее не буду Чисто глянусь сколько вина Раз Два Три Четыре Пять и шесть Семь и восемь Девять и десять Я отца Девять Один 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 Дебинки Девять До Один 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 Девять КОНЕЦ Я надеюсь, не очень сильно громкий звук был, когда она упала. КОНЕЦ Разрешите поднять упавшую конфетку. А куда она упала? А, вот она. Она не хотела, чтобы её съели. И она ускакала к ножке штатива, на которой камера стоит. КОНЕЦ Короче, зритель, Лёльке нужен реквизит, чтобы его ассамерить. И если ты подскажешь, как лучше и удобнее сесть в следующий раз, я запишу более удобный пузель, наверное. Потому что сейчас я вот сижу прямо напротив камеры. И с какой-то стороны мне хочется поставить куда-то вот эту коробочку с конфетами. Но у меня слева по борту стенка, а справа по борту рукой не застать пианино. Да, зритель, если до этого момента ты досмотрел и ещё не уснул по какой-то причине. Либо досмотрел просто потому, что тебе интересно, что ещё выдаст эта Лёля. То это, у меня есть такие всякие мои топотопные стихи, которые я писала хрен знает в каком году. Ну, там этот такой странный лирический герой местами. Короче, всякая дичь. И у меня даже есть какой-то плейлист, где я в каких-то наушниках, которые, по-моему, уже отдали богам душу. И они даже совсем не такие наушники. Просто наушники, которые... Ну, вот наушники, чтобы ушки грели. Короче, по-моему, даже наушники от Насты Зарецкой. Я тогда их очень любила. Они у меня в этом году только недавно сдохли, когда я в деревне последний раз, наверное, была. Сломались, короче говоря. Ну, они долго жили вообще, лет шесть, наверное. Короче говоря, я там... Тихо чтение моих стихов. Назывался вроде плейлист. Вроде бы. Может, конечно, я его куда-нибудь зафигачила. Фиг знает, короче. У меня что-то на этом... На моем канале столько этих плейлистов. Мама, не горюй. Мама, офигей. Короче, просто до века. И я к тому, я там по-моему, какой-то стих читала в наушниках, которые просто уши греют шепотом. Диким голосом на камеру. Если тебе хочется дать знать камеру. У меня просто была такая идея шепотом посчитать свою лирику. У меня где-то распечатка есть. Но какие-то поздние уже стихи, они не без распечатки. Только в сети в электронном варианте. У меня потому, что тогда во времени принтер-ёшка топтала. Либо не распечатывала, пока он был. Потому что там только катрижи заканчивались. И то краски не было. То что-то в этом роде. Короче, есть у меня толмут со спечаткой моих стихов. С 97-го какого-то года. Сам шёл. Какая-то там пара строчек каких-то вообще. И то хрен знает какого. Когда я там их ещё писала. Если тебе хочется, то я шепотом их попробую. Диким голосом. Либо шепотом попробую с выражением их почитать. На камеру. Короче, дай знать камеры на эту тему. Ну или в телеге, или ещё где-нибудь. Я знаю, что должно быть плавное движение. Но в какой-то момент начинаю делать неплавные быстрые движения. Я вспоминаю, что должны быть плавные движения. Я знаю, что есть люди, которым нравятся неплавные резкие движения в СМР. Но большинству нравятся, наверное, плавные движения. Я постараюсь. Кстати, довольно свежие Рафаэлки от 14 сентября этого года и до 12 мая следующего года. Доживут ли 150 грамм? Получается по 10 грамм на конфетку. Ну если они... 15 штук. 10 грамм. 150 же, да? Я что-то вдруг зависла внизу. Обычно с математикой у меня хорошо. А тут я думаю, может я что-то лошанулась. Меня как-то весной угощали Рафаэлла с розой, добавлением розы и вот такой мерзкий вкус на самом деле. Я пару штучек съела, мне даже поплохело от этой розы. Она какая-то искусственная была, я не знаю. Ну в общем, очень невкусная. Очень на любителей. Помню, у меня тогда хотели простившиськи в коробку ставить. Я отказалась. А когда я сказала родственнику, который любит эти конфеты, мне сказали, ну вот, я бы съела. Я думаю, блин, ну я бы тоже, может съела, но Рафаэлла просто и Рафаэлла с розой. Это вообще как день и ночь. Это что-то такое шуткое. Ты пробовал Рафаэлла с розой или там, может, еще какие-то Рафаэлла помимо розы были. Ну в смысле нечистые, еще с какой-то другой, значит, ну добавкой, ароматом или там еще что-то. Да и с математиками, это просто интересно. Это мне не понравилось. Подружке тоже, кстати, не понравилось. Она говорит, мне это подарили. И оно лежит типа для костей. А видимо из костей по большей части уйдет, только я на тот момент была. Ой, конфеты могут сейчас выпасть. Короче, еще дай знать комменты. Нормально тебе вот такой свет сейчас. То, что у меня за мной станут две кольцевые лампы, по сути. Сейчас где-то около 3 часов с чем-то дня. И как бы у меня занавешенно света верхнего не горит. Уже не так, чтобы супер светло благодаря лампам. В смысле, светло. И вот одна фиолетовая, сиреневая, у нее как бы вот так вот, ну, РКПшка как бы крутится этот цвет. Но не слишком быстро. А другая просто белая. Если нормально, то я в следующий раз в таком же свете буду писать. И demasiательно, наверное. Поехали, две. Субтитры сделал DimaTorzok Еще конфетка упала Падение Рафаэлки два раза Субтитры сделал DimaTorzok Погружай руку в полную коробку конфет Рафаэлло Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Зритель, ты меня прости, может это было не слишком долго, но у меня слегка устала вот эта часть Почему-то Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Пока Субтитры сделал DimaTorzok